всем привет заехала р-8 на корректировку под пленку машины будут отдавать и кое-какие тут мелочевки по выбирать мы ее помыли кто на инсту подписан давно уже посмотрел что с не сделано было места есть в описании кому интересно подписывайтесь сейчас покажу самые прикольчики машина вроде знаете такая вся она вся в принципе в идеале капот чуть-чуть это попал у нас в как она называется правильно в мишуру скачил это разными цветами скотчей отмечены разные типы повреждений белым скотчем это остатки мусора которые недополированы которые надо дополировать потому что капот был крашен и оранжевым скотчем это уже новые сколы которые надо корректировать сейчас оранжевых скотчей много только на морде во всем остальном по машине не так уж глобально их много делаем вот эту вот губушку делаем скорее всего локально но еще посмотрим потом все датираем отмываем извиняюсь чуть сильно хлопну ну и тут корректировка 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 искали мы лазили по этой машине где у нее код краски не нашли мы код краски и методом научного тыка потратив минут 20 благо есть веер и все каталоги нашли в паса в каталоге выкраску ктп код краски называется путем научных проб и ошибок пользуюсь мобильным телефоном потому что через камеру очень хорошо видно сейчас покажу фотки то есть именно через камеру со вспышкой когда делаешь четко видно зерно какое а если просто добавить включить камеру то четко видно какая из выкрасок лучше подходит это так удобно чисто смотреть нашли что она подходит взяли компьютер ткнули сколько можно минималки по этому коду слить отлично 70 грамм нас как бы все устраивает потому что есть такие коды которые отцелить можем там минимум 300 грамм сейчас идем перегоняем во первых я сюда идем наливаем краску и надо на ночь закорректировать все чтобы она сохла и завтра можно было это делать и полировать так наливаем красочку разбавлять будем ван степ аддитив чтобы она с толстого слоя могла как бы делаться и нормально сохла по скорости оттариваем в общем у нас будет 77 грамм смешиваем компоненты сейчас в ночь надо отработать чтобы не зря проставила время машины дальше после смешивания краски это уже готовая к распылению но мы ее не распыляем нам нужен шприц небольшой у которого мы сейчас иглу обрежем так чтобы она была не с кривым заострением а прямая чтобы я мог ставить точку и капать из нее и так заколотили краску шприц нос обрезали выставляем так чтобы она еле подтекала сама я тут уже кое-где поставил сейчас поставим здесь и аккуратненько непосредственно сам сколик затычковую краску машина готовится под пленку поэтому сильно тут опять же был бы тут один скол они 150 тысяч можно было сказать что да можно поработать еще лаком хорошо поискать допустим большие самые до лаком я пролью на капоте но миллиард мелких на бампере они там вообще такие еле-еле отсеченка от камушка там лака само собой не будет но водная база она очень хорошо держится за покрытие и она не смывается проверено на практике в таком плане она шприца сама по инерции идет надо только иногда чуть-чуть подтолкнуть и заново выводить его краска удачно все попало то есть нам просто повезло что мы нашли потом самое что лишнее завтра катером подрежется и будет полироваться то есть скотч я на ночь не снимаю чтобы можно было легче определять находить где я чё капал потому что так его в тупую искать идея том что накапал это будет очень сложно завтра как раз где белый вот эти отмечены это все будет тёрочка еще дотираться но там где красненькие сюда еще капнут глубокие были там катером аккуратненько ну вот такие вот дела красивая будет продолжаю втягиваться в работу ночь прошла просох сколы и кое-какие порезала как какие еще докапывал лаком допустим вот эти потому что очень большие усадка была все что сейчас натерто это там где был белый скотч вот такой это какие-либо огрехи налакокрасочные там царины недотёртые шишки от цари недотёртые всякие мелкие дефектики мы податираем еще все равно все полировать чтобы было красивенько и тут еще обнаружилось пару моментов которые надо делать сейчас потом их уже не сделать короче в процессе перетирки обмывки автомобиля обнаружили вот такой вот ну чем-то уперлись наверное снимать эту всю губятину от бампера я посмотрел очень как бы не камильфо острой необходимости в ее снятии не обнаружилось потому что щель тут ну конская туда палец пролазит спокойно то есть что можно сделать забронировать цвет кузова спокойно здесь отработать крупными наждаками если есть необходимость то шпатлевкой под грунтоваться локально потом отклеиваем тут очень хорошие острый кант на крылышке отклеиваем обратку скотч клеим сюда бумагу здесь само собой но запечатаем всю машину и спокойно красим вот этот носик переход делать нигде не будем потому что здесь переход выполировать будет невозможно его будет видно поэтому красим ну красим там не надо лакируем ее всю это будет быстрее правильно поэтому сейчас занимаемся этим а потом занимаемся полировкой я уже тут кое-что попробовал допустим на этом крыле подполировал тут были тоже запиленные шишечки поубирал их отполировал пришел наждак сейчас покажу пришел наждачок ковакс взяли полторушку 1200 есть по-моему двушка даже на бурсочке коваксовском коваксовском отличный наждак работает изумительно покажу чуть позже как он работает когда буду дотирать лак на капоте пока что у меня работа только здесь поэтому бронируясь только здесь чтобы работать можно было машинкой наждаком вручную может быть так это не повредим эту вот так точно не повредим уже дальше губежка вся целая но тут небольшая шкрябинка на ноги при перетирке поэтому основа здесь надо отремонтировать имена наждаками крупнее чем 220 не лезу тут 240 где-то сейчас потому что чревато мы здесь не на два дня растягиваемся так и другую тенью шпатлевка треснула смотрим что у нас значит тут имеется это у нас вот этот как этот называется правильно не пластика резина техническое изделие он это заводская губа короче тут это уже не первый ремонт именно в этом месте и повреждение получилось не из-за того что сейчас ударили из-за того что это был предыдущий удар перед тем как красили в этом месте просто ну это же не знаю что тут сделать это его надо полностью раскрывать разрезать весь братье двухкомпонентный клей для этих мест заклеивать его зарачивать форму на наращивать есть специальные сетки для этих дел короче это ремонт уже сложный ремонт исключительно со снятием на месте этого не сделать что сейчас могу сделать я сейчас во первых надо риску перебить перебить риску это раз второе взять шпатлевку по пластику для пластика и нанести сюда высушить перетереть больше не в моих силах что-либо сделать за полтора рабочих дня потому что машина вообще как бы взятом работала два дня ориентир был только по полировке и корректировки сколов а тут добавилась здесь губа спереди низ губы покрасить надо потому что тоже ободранная машина невысокая даже честно не знаю где этот клей полиуретановый взять они есть продажа не очень дорогие но они не ходовые кстати можно по моему заменить этот клей двухкомпонентная тремовская шпатлевка 2 в короче не как зубная паста два тюбика идут один к одному смешивается а этот пластик по моему и можно ремонтировать прямо в путь на их продаже опять же это надо снимать губу так и не сделать по месту такие болячка же не лечится хорошо просушу начала слоиться то есть ее делали сделать там еще сделаем но но хотя тут не греется не знаю как правильно поступить забрать у человека эту губу от машины но я клей не найду сейчас так быстро купить сделать его так давайте попробуем рискнем рискнем в каком плане шпатлевка по пластику мне сейчас ее двумя-тремя тоненькими слоями протяну по дому форму и при перетирке если она хорошо держится то тогда оставляем можно будет сказать что да тут будет содержаться до первого удара нет если она будет очень плохой выход иметь либо же что-то меня будет устраивать как она вообще держится тогда надо забирать эту штучку в работу на длительный срок опять по моей любимой схеме прокладываясь на межслойке ловлю когда она еще режется обрезаю лишку подравнивалась еще раз накладываясь темного замешался в принципе шпатлевка должна тут держаться никакой вибрации здесь нет она стоит очень жестко единственное что может быть здесь это физическое воздействие в плане удара как воду но удар никто гарантию не даст пробуем пять минут прошло полет нормальный срезаю самое то что такое тонкая дальше шпатлевать как-то на держится честно говоря хреновенько ночью не досохла конечно за пять минут шпаклопопластику не слух буду шпатлевать резиновым шпателем резина хорошо вдоль формы идет не оставляю за собой ступенчатых таких фрагментов в отличие от металлического шпателя огонь меня устраивает также 5-8 минут резину еще какие-то тут горбулечки малейшие и еще тоненькую протяжку потому что я форму не дотянул еще так срезаем лишку шпатло быстро слух и жарко мне нельзя сильно низко уходить потому что мне там внутри будет скотч приклеиваться чтобы не было видно так уже все взялось красиво то есть получается никаких ступеней нету нормально получится все так поехали последняя финальная протяжечка так 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 отлично горбик который есть сейчас сверху я его так и оставляю здесь вот эта полоса которая сверху идет я и оставляю подрежу через пять минут либо же если высушить ее и можем быть стереть брусочка лучше конечно срезать так время межслойки уже сушки прошло беру старую эти десятку сто пяти десятку здесь чуть-чуть я тут сейчас пройдусь подсшибаю форму и потом буду работать чем-нибудь покрупней новую не миру будет сейчас нахерачиваю в лаке столько дыр теперь файн 240 подумаешь и поэтому округляем его к тренадцатам хотя это неправильное утверждение что старая восьмидесятка будет терять как по зерну как ста восьмидесятка она просто хуже 3 глубина риски почти прежния ну выход хороший значит шпакло держится нормально вырезается теперь супер файлы размотовываемся переход грунта в принципе на супер файл нужно краситься и лачиться в этом случае туда отлично влазит супер файн внутрь мы спокойно можем там промотоваться в общем процедура у меня заняла вместе с просушкой шпаклевки для перетирки час двадцать еще примерно на минут 40 растянется грунтование потом сушка грунта пару часов и лампочкой можем подсушить еще чтобы быстрее и покраску в общей сложности в течение рабочего дня я пока хожу чуть-чуть подполировал ее здесь как раз просыхательные моменты залепились грунт разведен именно для пластика с пластифицирующей добавкой черный гринти лехлеровский положительно до слоя 3 примерно тоненьких они тоньше чем обычные нормальные слои в половину ну тут есть что тернуть то есть чуть-чуть ореольчик имеется минут по 10 между слоями посмотрим что у нас происходит а происходит у нас непоправимо некрасивая то есть при малейшем нагреве вообще еле-еле еще только мы не начал греть происходит отслоение шпатлевки от вот того вот слоя давайте покажу где это происходит аккуратно как шпатлевка имеет выход на резину на это вот она и слоится это собственно то о чем я говорил изначально что к этому покрытию он грунт еще в принципе он свежий то есть вон я спокойно шпатлевку именно отколупываю вот этого покрытия то есть такой вариант к сожалению не прокатит не получится так сделать локально даже если бы я как-то оставил бы к примеру без нагрева вообще она сама высохла до завтра допустим перетер это покрасил на солнышке я бы просто не увидел как это происходит это бы увидел клиент и неприятно было бы короче тут надо снимать губу заказывать этот клей двухкомпонентный и именно расчищать разрывать заклеивать грунтовать отдельно потом ее красить